Старбокс 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 Ровно так же ничего не меняется в моей деятельности, как я пыталась расти над собой в Украине, так же пытаюсь расти над собой в Латвии, поэтому разницы как таковой нет, но я уже сегодня говорила своим знакомым о том, что в Латвии я чувствую себя украинкой гораздо больше, нежели здесь, когда находилась, потому что там очень скучаешь за родиной, а там, когда выступаешь, и люди тобой восхищаются и говорят, мы сразу же вас не видели, конечно же, потому что я из Украины, и сразу же, знаете, я вижу, как люди сразу же по-другому реагируют на тебя, и это приятная реакция, это не какая-то сразу же грустная реакция из-за политики или осуждающая, сказали же, что вы из Латвии, а сами из Украины, нет, ну абсолютно радостная приятная реакция. То есть Аббана не чувствуют люди когда-то? Нет, 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 абсолютно спокойно. А сколько прошло уже времени с тех пор, как вы находитесь там? Недолго, слегка больше восьми месяцев. Ага. И как проходит процесс адаптации? Ну нет, какой-то большой адаптации не было, мы все постоянно в своей деятельности, живя на Украине, гастролировали, постоянно много ездили, путешествовали, поэтому как таковой большой адаптации не чувствовали. У меня был момент лишь ностальгии, конечно же, и сам момент, когда мы пересекали границу, я отчетливо понимала, что я уезжаю сейчас не в путешествие, я уезжаю жить. И были такие два часа напряженные, когда я чуть ли не бери и беги отсюда, да, в другую, как бы пересаживайся и едь обратно. Ну, потом это, теперь мы приехали, было безумно красивое Рождество в Риге, оно очень сказочное, мне показалось, что вообще, ну, волшебство попало, все вокруг мерцает, огни, песни, елочные игрушки, и поэтому это, конечно, скрыло, да, вот этот вот момент. Стресс такой, да, подвинуло. Да, 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 подвинуло, это такое вот там, повезло. Хорошо, ну, мы знаем, а кто не знает, я напомню нашим кримчужанам, что ваша семья очень творческая, и в Кремчуге, соответственно, вы занимались очень многими творческими делами. Как вы продолжаете эти дела там? Продолжаем активно. Единственное, что, уезжая из Украины, мы оставили лишь, на наш взгляд, самые перспективные проекты, это песочная анимация, золотое шоу, и еще плюс там, да, картины маска мне начала рисовать. И вот эти вот два основных жанра, два основных шоу мы перевезли в Латвию. Все остальные жанры, они как бы достались кому-то, либо передались, либо купились, либо, ну, для нашего момента они закрылись. Да, вот на данной этапе мы развиваем только два вот этих шоу, потому что видим в них перспективу развития, видим в них рост, видим в них будущее. По какому принципу выбирали? Ну, давайте с вами так вот возьмем, да, была у нас анимация, различные скульптуры, ангелы, мимы, все это хорошо на каком-то этапе, когда ты там работаешь на больших, на маленьких мероприятиях, потом очень больших, очень-очень больших, и потом понимаешь, что, ну, как бы, ну, все, да, ну, анимация, она и есть анимация. Ну, ты как бы либо просто занимаешься ею параллельно, либо понимаешь, что ты хочешь свои силы, которые тратишь на нее, пусть небольшие, вложить что-то более мощное, да, у которого есть какая-то перспектива. Огненное шоу, да, мы занимали здесь фаер-шоу, так же самое мы не видели, мы достигли какого-то этапа, да, мы были, я считаю, одним из лучших фаер-шоу коллективов в Украине, потому что нас очень хорошо приглашали за границу, и по Украине мы активно работали, ну, ни для кого не секрет, что мы не могли разрываться очень часто на выходные, на мероприятия, потому что и там, и там были заказы. Ну, вот мне показалось странным, что вы именно эту сферу оставили, этот вид деятельности. Мы не видели в нем уже дальше, то есть можно было бы дальше расти, как большие пиротехники, там, открывать магазины, пиротехнические салюты, да, что-то более большое, масштабное, но, видимо, не так нам этого хотелось. Ну, то есть, а до 30 лет крутить огнем, конечно же, мы понимали, что мы уже растем, растем над собой, и пора что-то делать такое, от чего будет хватать времени и сил еще и на семью, на себя. Я понял. Ну, а нашим слушателям, я напомню, что фаер-шоу, название можно, да? Шоу проектишь на гладь. Да, да, да. Так приятно. Чтобы все понимали, о ком и о чем идет речь непосредственно. Друзья, и даже если вы и после этого ничего не поняли, что сейчас происходит в эфире, то мы давайте вспомним прошлый год, или это этот год уже же был, да? Нет, скорее всего, прошлый. Прошлый год. Конец зимы и начало весны. Там были два очень громких концерта, как раз на этот период, по-моему, да, преподали они? Песочное шоу, да, со скрипками Кременчуга, да, песочная анимация «Титаник» тогда была, да. «Титаник», а в начале весны, да, по-моему, или под конец весны «Кавказская пленница» была. Да, 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 «Сыплджа». Я об этом вспоминаю, потому что если вдруг кто-то из наших слушателей был на этих концертах, то он прекрасно понимает, что в гостях у нас сейчас присутствует... Та самая. Та самая. Та самая Татьяна Гурленко из Риги, Латвия. Да. Вот, все секреты раскрылись, карты, все, половина людей ушло. Наоборот, я думаю, что это отличный повод нашим слушателям остаться и дослушать, почему, что к чему и как так произошло, что в итоге вы сейчас в Кремичуге и, видимо, хотите как-нибудь поздравить как-нибудь красиво в силу своей творческой деятельности наш город. Я так думаю, что нам, наверное, следует прерваться на рекламу буквально вот короткой, да? Ну, такое. Короткая, да. А потом мы обязательно вернемся и договорим, потому что вопросов у меня очень и очень много. Энерджи Старбокс. 15 часов 40 минут, друзья, на Энерджи 106FM Старбокс. Старас Ильин у микрофона за бультом Дим Косомойлов. И у нас гость... Да, Дим, ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот. А у нас также гость сегодня. Гость я, прекрасная художница из Латвии. Ну, я теперь так хочу уже... Ну, раз вы везде так... Да, уже все, раскрыли свои карты. Ну, вы же так теперь везде представляетесь, поэтому... Ну, конечно, да. Уже в любом случае от этого никуда не деться. Да, да. Поэтому Татьяна Говориленко у нас сегодня в гостях. Еще раз здравствуйте. Добрый день, вечер. Кого как-то. Да, кто как хочет. Да, мы определились, что вы приехали в наш город, прекрасный Кременчук, и ваш прекрасный родной город. Родной, да? Да, родной город. Да. Поздравить нас и вас с Днем города. Да, вы будете выступать. У нас 24-го числа в 8 часов песочное шоу. Где-то у меня тут записано было. Да, на площади Победы. Это будет грандиозное песочное шоу «Лукас Кременчук Украина». Что это будет? Ой, я вам расскажу. И мне очень хотелось, да, донести телезрителям о том, что я же, конечно, как художник, мне были поставлены цели. Да, вот как вы объяснили, тема «Лукас Кременчук Украина». Но я как художник, конечно же, видела это по-своему. Да, есть лозунг праздника «Солодкий Кременчук». И на сцене вы увидите не прямолинейный посыл, да, не бряники, не пирожные. А увидите солодкие спогады, солодкие вражения, солодкие моменты життя у нашего месте. То есть немножко метафоры, да, я внесла в это шоу. И я очень надеюсь, что это небольшое песочное кино понравится, потому что в нем жизнь, в нем люди, которые там живут, в нем места, которые мы все любим. И именно вот сладкие воспоминания, сладкая жизнь, я считаю, что прежде всего, конечно же, это наши дети, это наши бабушки, это наши семьи, это наши близкие. И именно с этим посылом, да, будет рисоваться эта песочная анимация. Я очень надеюсь, что она всем понравится. Отлично, поэтому мы приглашаем еще раз всех в целом на фестиваль. Ну и, конечно же, в 8 часов вечера вот как раз это шоу будет ровно в 8 или там плюс-минус, да? Ну, я думаю, в любом случае, да, это же концерт. Хорошо. Ну, хочется немножко отмотать время и расспросить вот о чем. А как начинался ваш путь художницы? Ой, ну, это, знаете, как, трудно сказать, как художница, потому что вначале он начинался как артистом, да, потому что по профессии я режиссер артист. Страды массовых праздников, и он начинался с артистической точки зрения, и потом вот появилась одна из шоу, да, это песочная анимация. А инициатором этого, пробы этого шоу, да, даже была не я, мне всегда очень нравилось это шоу, но когда я видела, да, его со стороны. Но инициатором стал мой муж, Никита Гавриленко, он увидел во мне, наверное, этот потенциал. Я иногда только рисовала архитектуру, какие-то зарисовки карандашом, когда там нервничала, переживала, какие-то во мне эмоции бушевали. Я всегда с собой имею блокнот, в котором я начинаю там что-то строчить. Вот, и он это видел, сказал, ну давай попробуем. Вот он сделал первый песочный стол, и я попробовала рисовать. И пошло-поехало, и именно с песком я вообще начала рисовать. Мне так понравилось именно сам эффект песка, перетекания картин, то, что можно передать целую историю, да. Вот здесь была девушка, ее волосы стали кроной дерева, да, а на кроне дерева появилась бабочка, а потом из этой бабочки ребенок. Ну да, и ты можешь передать кучу таких фантастических моментов, метафоры, разных аллегорий. И мне, как внутренне, да, режиссеру, да, это тоже был такой вот, ааа, я смогу. Прямо своих фильмов, чтобы не создавать, понимаете, и когда я там встречаюсь с парами, да, для которых рисую, когда встречаюсь с людьми, я всегда там даю им заполнять анкету, непосредственно еще общаюсь, и когда я вижу на сцене, либо в зале вот людей, когда я донесла моменты, слезы на глазах или еще что-то, или радость, я понимаю, что вот достигнутая я на своем месте, и если этот жанр вот раскрыл по-новому меня, я вот в нем вся, и он дал уже направление остальным художественным жанрам, уже пошло золотое шоу, потом пошли рисунки маслом, недавно совсем я проиллюстрировала первую латышскую сказку, вот, впервые почувствовала себя иллюстратором, и поняла, что во многом мне как нужно учиться, то есть я не все то, что хочу изобразить, могу это сделать, то есть в моей голове настолько огромные, да, фантастические моменты происходят, но не хватает теории, да, и не хватает основы, да, какой-то еще помимо, и поэтому совсем недавно я поступила в Латвиш Максус Академия, и буду там еще осваивать по вечерам основы рисунка и так далее, и надеюсь, буду еще когда-нибудь приеду и еще круче нарисую. И это было бы здорово, да, ну пусть будет, мы будем только этому рады. Ну, а вот, что касается самого песка, давайте объясним нашим слушателям, где вы его берете. Где вас можно увидеть с ведром, лопатой? Первый раз, первый песок мы набрали у нас возле, мы тогда жили на 55 лет СССР, и пошли, набрали вот прям возле Днепра, да, но он не подошел. Ну, ну, повозили-повозили там пальцем, и все. Песок специальный, да, кроме того, с ним проделываются специальные моменты, да, он там прогревается, сеется и так далее, чтобы он не хорошо работал по стеклу, да, не рассыпался, не прилипал и так далее. Если песок очень мелкий, кто, да, очень хочет начать эту деятельность, да, вот просто ищите песок, максимально схожий с пылью. Вот, ну и будьте аккуратны. Ну вот, а пыль, которая на полочках не подойдет? Можно пробовать, знаете, очень похожий эффект, если темная полочка, светлая пыль, на ней вот те же рисунки. Отличный аргумент, некоторое время не убирать дома. Вот как раз для того, чтобы попробовать потом. Да, зимой это снег чудесно, да, на темных автомобилях, пожалуйста, на темном асфальте, соль дома. Если вдруг рассыпали, пожалуйста, не надо, конечно. Наоборот, ничего страшного, отличная примета. Давайте нарисуем историю. Здорово. Надо будет как-то себе записаться, помнить и в следующий раз обязательно попробовать. Ну, а что касается сюжета ваших выступлений, вы как режиссер их сама продумываете. Как происходит процесс создания сюжета? Ну, я всегда очень спрашиваю тему, да, рисунка, заполняется анкета, происходит момент, когда мне рассказывают, что, да, хотят донести. Если это романтическая история, я спрашиваю там о людях, где они бывали, что они делали, как они познакомились, какие у них моменты были важные в жизни. И пытаюсь из этого, да, создать историю. Если мы говорим о сегодняшней теме, да, это песочная анимация про наш город, мне была дана тема, основные, да, понятия. Я уже самостоятельно там фантазировала и пыталась передать. Я не скрою, что эти этапы, они очень меняются, потому что вначале, конечно же, первое, что бросается, знаете, как игра в ассоциацию, да, первое, что, это самое примитивное, входит в нашу голову, да, и ты думаешь, там, пряники рисовать, там, какие-нибудь города из мороженого или еще что-то, ну, что-то там, да, такое. Потом понимаешь, что нет, все, примитивно, тш, выкидываем, стираем. Потом еще что-нибудь приходит в голову. Ну, я так обычно делаю вот 10 ассоциаций. Знаете, как меня выучили на режиссу? Первых три примитивных, следующих три оригинальных, и последних четыре можно брать за основу. То есть они уже являются чем-то интересненьким, за что можно, ну, зацепляться, да. Ну, вот я всегда, это такие способы креативщиков, да, в работе, я их очень часто использую. В песочной анимации, особенно, когда туго бывает, когда ты рисуешь, ну, одним мгновением. Вот ты увидел людей, они тебе рассказали свою историю, и ты уже готов бежать, рисовать, ты видишь эти перетекания, видишь эти деревья безумные, этих людей на песке. А бывает, конечно, когда, ну, по какой-то, я не знаю, причине, да, вот нет этого самого такого большой искры вдохновения, и приходится ее из себя доставать. Какими способами? Ну, вот такими вот способами, начиная шага, так, мне нужно, там, например, к агрокомпании, да, видеоролик, мне там прислали тему, их история, она не очень интересная и очень сухая, а я же художник, все должно быть красочно, интересно и сочно, и начинаешь, ага, так, солнце, колосье, колосье нет, нет, желтое, красиво, нет, и все, ну, и начинаешь бродить, 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 находишь что-то интересное, потом вводишь эти картинки, думаешь, на что же они похожи, во что я могу дальше перейти из этой картины. Ну, то есть это такой вот процесс самопознания практически. Как здорово. Ну, и долго отрабатывается и один номер. Бывает такое, что вот послезавтра нужно выступить, а номер еще не готов, и нужно его отработать. Да, буквально недавно я летала в Венгрию, в Будапешт, и там показывала золотое песочное шоу в один день, а заказ пришел за полтора дня до вылета. Ого. Да, и я рисовала все за один день, и золотой портрет, ну, как бы тренировалась. И в самолете потом еще. И рисовала песочная анимация, причем при всем, что я летела одна, и в день прилета я не могла, ты же там, порепетировать хорошо, там на месте я прилетала, мне нужно было самой собрать холст, потому что не было со мной Никиты, и с собой собрать стол, эти всякие натянуть, всякие болтики, шмолтики, я там шумела, не художник приехала, а какой-то, не знаю, там, техник. Так, она устучала. И у нас время его поджимает, поэтому финальный, очень серьезный вопрос, ну, прям очень такой серьезный. Подождите, я соберусь, да. Да, 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 так, тяжело. Да, вот, нашел. Сколько килограмм песка вы носите с собой на каждое выступление? Раньше меньше, сейчас почти килограмм. Я, да, раньше был стол большой, и песка было меньше, а сейчас, вернее, в начале было много, потом я использовала мало, а сейчас больше. Сейчас я уже больше могу рисовать, ну, скажем, лучше, можно сказать, рисовать, быстрее схватываю, и сейчас я могу расслабиться и в течение шоу бросать песок, начиная там что-то воображать, посылать его людям, подкидывать вверх, сыпать, ну, создавая еще какие-то дополнительные эффекты, чтобы было красиво, и поэтому для этого беру больше песка, чтобы, ну, рассыпать. Жалко, конечно, но чего не сделаешь ради искусства. Дорогой же, да, приходится, ну... Да, не будем говорить о том. Мы поняли. Друзья, увы, ну, увы, Танюш, приходится вас отпускать, время поджимает. Тем не менее, мы очень были рады вас здесь видеть, мы, и слышать, я уверен, наши слушатели. Мне тоже было очень приятно. Мы хотим, чтобы вы в следующий раз, когда вы приедете в следующий раз в Кременчуг, обязательно себе там денечок записали, чтобы вы зайдете на Маяковского 7, Energy 106 FM, обязательно на интервью, и чтобы мы вас обязательно будем рады слушать и видеть. Спасибо вам большое. Давайте, хотите, можете поздравить Кременчуга с наступающим Днем Города. Ой, чудесно, вообще. Я от вообще всего сердца, мне так хочется поздравить всех людей, и пожелать, чтобы они ценили то, что у них есть, потому что в один момент этого всего может не быть. И тогда это ценишь в 10 раз сильнее, за этим очень сильно скучаешь. Цените друг друга, любите друг друга, оцените своих детей, своих близких и те места, которые у вас есть, прекрасные, живописные, старайтесь их беречь, это очень важно, в чистоте, в порядке, в красоте, чтобы, приезжая, и вы оттуда могли гордиться собой, своей страной, и люди, приезжая к вам, тоже гордо на это все смотрели. Мне очень приятно быть в своем городе, быть здесь, спасибо вам большое. Спасибо вам, Танюш, вам успехов в творческих ваших начинаниях, и привет, Никите. Да, обязательно. Друзья, это Starbucks на NG106FM, Татьяна Гавриленко была у нас в гостях, Тарас Ильин это вел, Дима Самуэлов тут на пульте что-нибудь делал, и услышимся, увидимся, спасибо большое, что слушали, оставляем вас в компании классных треков.